Российские двигатели наносят ответный удар по санкции Друзья, ссылка на источник в описании под этим видео Смотрим Как бы это ни звучало, а санкции в который раз подталкивают нас к тому, чтобы восстанавливать собственное российское производство Как говорится, были времена Сегодня сущностный, такой скажем, определенный ряд от 150 лошадиных сил до 450 лошадиных сил Готова закрыть компания под названием Венета Начальник отдела пропульсивных установок Кирилл Елизаров отмечает, что санкционное давление только лишь вдвойне усиливает интерес заказчиков к продукции компании Речь идет сегодня о маринизированных высокооборотных движочках для маломерных судов на базе двигателей ЗМЗ и ЯМЗ Нужно понимать, друзья, вот эти вот моторчики, агрегаты силовые, отвечают всем определенным требованиям и соответствуют стандартам качества Евро-4 и Евро-5 Надежность также на высоком уровне Катера, на которых их устанавливают, чувствуют себя комфортно и самое главное, никто еще не жаловался Вот следующие характеристики машины, чтобы вы понимали для себя Двигатель В5-2-2 на базе автомобильного ЗМЗ-514-4-3-2 Маркировки сложные, сам путаюсь Рабочий объем 2,2 литра Число цилиндров 4 в ряд идут вертикально Номинальная мощность 150 лошадей Максимальные обороты 3800 оборотов в минуту Следующий движок Двигатель В5-3-4 на базе автомобильного ЯМЗ-5-3-4-5 Рабочий объем 4,4 литра Число цилиндров 4 в ряд вертикально Номинальная мощность 280 лошадиных сил Максимальные обороты 2600 оборотов в минуту Крутящий момент на килограмм сантиметр 980 При 1400-1800 оборотов в минуту Это не все Еще один силовой агрегат Это двигатель В5-3-6 на базе автомобильного ЯМЗ-5-3-6 Рабочий объем 6,6 литров Число цилиндров 6 в ряд вертикальные Номинальная мощность 450 лошадей Максимальные обороты 2200 оборотов в минуту Надо понимать, что этот двигатель В5-3-6 Агрегатируется с водометным движителем ВД-280 С использованием редуктора Так что завод не стоит, завод не дремлет Завод работает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok